Ребят, всем привет! У нас сегодня вторник, не помню какое число, и это не очень важно, второе октября. Сегодня очень хорошая погода, видите, в Транхейме солнышко, но очень холодно. Я сегодня в такой уже прилично теплой курточке, в перчатках, потому что на улице сейчас, на данный момент, когда мы гуляем, плюс 3. А ночью вообще был мороз, но сколько было конкретно градусов, я не скажу, не буду врать, но утром был иний. А на завтра опять передают на нас дождь, но по-моему там три дня дождь, а потом опять солнышко, все-таки просветы будут. Перед тем, как выйти сегодня гулять, я залила новое видео на youtube, вот о том, как проходил мой самый сложный период здесь в Норвегии, и уже получила первые комментарии перед тем, как выйти, где люди пишут, что давайте, люди, вы пишите, давай еще рассказывай, интересненько очень слушать. Не знаю, я когда монтирую, мне кажется, что это очень, не знаю, очень нудно как-то или что получается, но если вам нравится, то я могу. Очень много раз меня уже спрашивали о том, как я познакомилась с Лешей, с мужем своим, когда это было, как это было, расскажи, очень интересно. Ну, давайте. Это случилось в 2014 году, это был ноябрь месяц, и знаете, я случайности не верю, но всему вину его величества случай, потому что там, где мы познакомились, меня не должно было быть, и он тоже туда попал так вот. На тот момент он жил и работал на острове Меля, и на тот момент он уже купил себе машину, у нас до этого был Mercedes E-Class, и он очень плюется на тот, который у нас сейчас, потому что предыдущий ему больше нравился. И он говорит, у меня было пять дней в графике, я думаю, что сидеть на этом острове, и вообще, машина, что, я ей купилась, и я никуда на ней не езжу. И думаю, да, поеду я в гости к, не буду называть имя, в общем, к одному нашему общему знакомому, который живет уже много лет в Транхейме. А у меня это все происходило как? Я на тот момент уже дохаживала вот этот вот турнус, день-вечер, да, и там у меня оставалось буквально пару смен, и я очень сильно не люблю ходить на дневные смены, потому что я сова, и я ночью не сплю, потом засыпаю где-то в часа 3-4, и утром рано просыпаться, и я, ну, как бы физически, фактически на работе, мое тело, но голова моя просыпается где-то после 12 дня. Но как-то не очень себя чувствую. Вечерний окей. Я вот так вот не поспал ночью, пошла отработала дневную смену, это уже ноябрь, это было 6 ноября, вот. Я уже был мёркетит, пока дошла домой, зашла ещё в магазин, и такая вообще, знаете, уже, ну, не какейшин. Думаю, сейчас быстро в душ, даже ничего не ела, и лягу какой-то фильмец, включу, и прям вот под ноутбук, и усну. Только сходила в душ, прихожу в комнату, смотрю, у меня на телефоне пропущенный звонок и смс-ка вот от этого общего друга, где он пишет. Таня, ко мне приехал Лёша, вот, с острова, а я знала о его существовании вообще в природе, так точно, как и он в моём знал, но мы не были знакомы, и наши общие знакомые, которых нас очень много, как оказалось, вообще были очень сильно этому удивлены. И он пишет, приходи в гости, бери с собой ещё там одна семейная пара, которые тоже со мной живи, и приходите на оливье. Я стою с этим телефоном, вроде бы исходить в гости, это хорошо, но у меня сил нет, думаю, ну, что делать. Я сама себе говорю, вот, если сейчас я захожу вот к этим друзьям, да, вот в семейной паре, и они говорят, что вот сразу идём, значит идём. Если нет, то иду и ложусь спать. Я захожу к этим ребятам и вижу, как этот парень уже наматывает, так, знаете, медленно на шарфе, так поворачивается ко мне и говорит, ну, что, идём? Ну, и так всё решилось, само собой. Я помню, что я как-то феном высушила голову, не досушила, капюшон надела, не накрашенное вообще, но вот верите, я думаю, да чё мне, короче, я сейчас схожу там на два часика, оливьешечки поем и домой спать. Ну, и пошли туда, а там Алексей Александрович, и я помню, он меня так сильно раздражал, просто вот я первый вечер вообще не могла понять, что происходит, потому что вообще это я всегда в компании говорю, это меня все слушают, а тут как-то всё переигралось, и я сижу, думаю, что вообще в этой, в этом мире происходит. В общем, мы так посидели один вечер, это был четверг, как сейчас помню, в пятницу у меня вечерняя смена, я выхожу с рабочего места, и меня встречает Алексей Александрович, который говорит, поехали ещё сегодня там кофе попьём, точно так же к этому общему знакомому, точно та же компания, что была вот предыдущий вечер, мы сидим так ещё один вечер, и третий тоже, ещё раз, точно так же я была на смене вечерней, точно так же меня встретили, точно так же мы посидели. И тогда, когда уже разъехались, он на свой остров, я осталась здесь, мы просто начали списываться, созваниваться и всё такое. А я после того, как осталась вот этим вот предыдущим парнем, с которым сюда приехала, вообще, вот, когда меня спрашивали, вот, какие у тебя планы на будущее, я говорила, первые два года я хочу просто пожить для себя, я не хочу никакого парня, мужа или ещё что-то там, хотя я хотела уже детей, ну, когда-то потом, через два года, ну, с моими планами особо, Лёша не считался, он ко мне приехал 21 ноября, прилетел, у меня тоже там было окно, на выходные, то есть, пятница, суббота, воскресенье, ну, и так с того момента мы вместе, ну, и сразу уже на Новый год, он повёз меня к своим родителям знакомить, я повезла его к своим, и уже летом 2015 года мы поженились. Кто спрашивал о свадьбе, свадьбы у нас, как таковой, не было, никто к нам с родных не прилетал, мы вообще этого всего не хотели, на тот момент мы решили, что эти деньги мы вложим в нашу вот квартиру, которая у нас была, и так мы сделали, вот, у нас была просто роспись, сегодня буду вам показывать Мюнке-Гатта, покажу, где это было. Ребят, пришли мы уже на Мюнке-Гатта, вот, не до раздумываю, чтобы вы понимали просто, где это находится, и вот это вот туда идёт Мюнке-Гатта, заканчивается она как раз там, где стоит вот этот вот последний викинг. Здесь вот название Мюнке-Гатта, я вас не обманываю, это, сейчас я вам показываю Ро Хьюса, то есть местную администрацию, я уже рассказывала много раз, что Ро с норвежского это совет. Ну, и вот так вот ещё раз проведу, вам покажу, как он выглядит. Конкретно я в этом Ро Хьюса была не единожды, точнее, не единожды, а раза три, но причина была одна и та же, я сюда ходила на медицинские курсы, которые бесплатные, тронхеемка Мюна, я не знаю, как других, вот, где мы сидели два дня на этих курсах, и потом ещё писали контрольную такую, ну, условную, потому что она пишется дома и потом сдаётся сюда. И вот это дерево, оно вроде и не дуб, но всё время, когда я здесь хожу, гуляю, когда под ним стою, особенно, напоминает мне, знаете, вот этот стих Пушкина «Лукоморье, дуб зелёный, золотая цель над витом», хотя он вообще не дуб. И дальше вот здесь вот есть, видите, такое старое здание от Мюнк и Гатэ Тре, и в нём находится ювелирка. Есть и золото, и серебро, и очень часто в этой ювелирке бьют витрины. Ну, как, пытаются разбить, бросают сюда, я не знаю, что-то тяжёлое, камни, наверное, но не разбивается так, просто полностью трескается, постоянно они его здесь меняют. Здесь вот дальше находится музей, и сегодня, можете себе представить, конкретно с сегодняшнего дня, бесплатный вход целую неделю, потому что у них здесь, видите, вот написано 2 по 7 октября, бесплатный Мюнк. Такой здесь специфический музей. Ничего, если честно, вообще интересного, ну, раз уж мы сюда зашли, я вам немножко поснимаю. Я вам честно скажу, я в нём ни разу не была до этого. Я вряд ли бы пошла, если бы сегодня не было это бесплатно. Вообще, сам не зала здесь полупустые. Сейчас вам покажу, как это всё выглядит. Вот видите, стенка, на ней буквально вот и всё, что есть. Вот следующая комната. Ещё такие интересные, тоже, я даже не знаю, как называть статуйки, поделки. А, здесь, видите, показывают, как делает это стекло, буквально. Ну, как бы впечатляет, но, если честно, не очень любитель этого всего, поэтому пойду-ка я дальше. Ну, перейдём. Я вам покажу знаменитых оленей. Здесь вот находится тоже такой важный объект Транхемии, потому что это областная администрация, так называемая, видите, написано «Филькес Хьюз», и два герба «Трён де Лаг Филькес Кумюне» и «Транхем Кумюне». Всё, мы с вами идём дальше. Вот когда я говорила о бомжах, точнее, о тех, кто просят милостыню, помните, я говорила, что у них у каждого своя точка? Вот Тинкхюса, одна из них. Лица не меняются уже который год. Я обещала вам, кстати, рассказать о ЗАГСе и о том, где мы расписывались с мужем. Вот этот дом, Транхем Кумюс. Это не ЗАГС. Здесь происходят в этом здании очень многие события, например, суд над кем-то. В этом здании я подавала заявление на роспись, потому что муж на тот период времени ещё жил на своём острове и приехать не мог. Здесь абсолютно не обязательно присутствовать двум людям на подачу заявления, я это сделала сама за двоих. Для самой росписи, кстати, отведена такая специальная комната. Как я помню, такая она была тёмная. Девочка, которая расписывает очень так, на все 32 зуба улыбалась. И была в таком одеянии, она как вот судьи у нас в Украине. Да, вот привычная их одежда такая вот чёрная. И процесс очень похож на наш, вот так как в наших ЗАГСах точно так же всё спрашивают, что согласна ли ты, согласен ли ты, меняетесь кольцами. И всё, все довольны, все счастливы, поцеловались и ушли. Здесь у нас ДНБ-банк, центральный офис их. И на этой стороне, вот напротив, находится тоже очень важное здание, Факфорбюне. Помните, я рассказывала, это рабочий профсоюз. Если вас обижает ваш работодатель, то вам сюда. Нам они очень в своё время помогли, и не только нам. Мы являемся членами этой организации и ежемесячно платим по 500 крон в нос. Продолжение следует... Очень еще важно показать вот это здание, потому что именно сюда приезжает королевская семья, когда они посещают Транхейм. Последний раз они здесь были в июне 2016 года. Это я очень хорошо помню, потому что тогда как раз я была еще беременна в Софии. Здесь все было перекрыто, в центр. Очень тяжело было добраться домой. Я сейчас перескакиваю с места на место, но по-другому не могу, потому что Сара у меня уже кричит. Очень важно сказать вам, видите, вот остановка одна, здесь вот вторая, там вот третья. И здесь на остановке, видите, написано Munchegatte M2, а там M1. И на противоположной стороне точно такие же остановки, и они называются тоже Munchegatte. Вот когда приедете в Транхейм, будете пользоваться автобусом, смотрите, на какую остановку конкретно вам нужно прийти. Потому что если девятка останавливается на Munchegatte 2, например, то 66-й автобус останавливается на Munchegatte N. Вон он, кстати, стоит. Вот он, последний викинг, видите, там виднеется. Вот там вот только что я была рассказывала о остановках. Вот этот бюн-приз, вот этот дом, о котором я говорила, куда приезжает королевская семья. И раз уж я иду этой дорогой домой, давайте я сейчас еще забегу в парк, если мне, конечно, Сара даст. Продолжение следует... И вот так вот это помещение выглядит с другой стороны. Давайте сейчас пройдусь вот так. Получается, уже против часовой стрелки. Здесь можно посидеть, отдохнуть. Много очень влюбленных здесь вечерами, особенно летом, теплое время года. Если туда пойдешь, попадешь в памятнику Святого Улова и Транхейм Торг, там только что мы с вами были... Я когда приехала в Транхейм, и первый раз сюда попала, почему-то думала, что это памятник нашему сейчас действующему королю Харальду. На самом деле, это его отец. Точнее, памятник ему. Здесь вот такой газончик. Хотела сказать, красивые цветы, но что-то они уже не очень выглядят. Осень скоро. Их вообще будут здесь вырывать, приводить в порядок. А вот тут всегда был фонтанчик, но судя по вот этой ленте, которая вокруг него, он сейчас на ремонте. Все, ребята, на этом экскурсия наша сегодня заканчивается. Я очень замерзла. Сейчас возьму себе кофе по дороге. Буду стараться идти как можно быстрее, чтобы нагреться. Спасибо, что были со мной. Пишите, что думаете о таких экскурсиях. Всем пока-пока.